Ну то есть идея в чем заключается? Если женщина не имеет горячую половую энергию и она не реагирует на мужчину, то есть у ней как бы губы не дрогнут, когда он на нее смотрит, глазки как бы не дрожат, не поворачиваются, ничего не предвещает отношений, ну то есть значит он и не влюбится. Должна быть вот эта вот стрельба глазами сработать. Помните Золушка фильм, там женщину учили девочек стрелять глазами? Особо учить не надо, тут оно само стреляет, то есть это женская природа так действует, поэтому нужно обязательно стрелять глазами, даже если допустим вы не собираетесь замуж, надо все равно стрелять, потому что, а вдруг соберусь? Ну то есть на всякий случай, надо проверять как бы. Женщина как себя ведет в создании отношений? Она ведет себя как рыбак с рыбкой, то есть она удочки раскладывает, 10 удочек и смотрит поклевку. Ну то есть она так мужчинами сама не интересуется, но если ей кто-то интересоваться начинает, она смотрит поклевку и потом где поклевка пошла, там она начинает уже двигать удочкой, туда-сюда, то есть подцепляет. А если рыбка большая, она ее долго ведет, 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 потом оп! В этот, в этот. И все, рыбка попалась. Я что-то не так рассказываю, женщины? Все так? Да? Да? Да, очень хороший вопрос. Как на этапе знакомства различить настоящего мужчину и женщину, если знакомство ослепляет людей? Никак не различишь, никак вообще, никаких вариантов нет. Поэтому веды объясняют, что человек должен знакомиться с женщиной или с мужчиной с помощью старших. Ну то есть это не значит, что они тебя знакомят, то есть ты сам смотришь, если увидел, допустим, понравилась девушка, надо дальше составлять гороскоп, надо дальше, а ты еще не знаком с ней, и тебя еще как бы не вспыхнули чувства, просто смотришь, могут вспыхнуть. Дальше такой первый самый момент. Дальше смело надо, смело составлять. Не то, что ты составил гороскоп, значит, надо замуж ее брать обязательно. Нет, просто ты изучаешь ситуацию, то есть составил гороскоп, посоветовался со старшими, может что-то получиться или нет, серьезный человек или нет, узнал о том, какая она на самом деле. Потому что на этой стадии можно узнать о человеке все, как она себя ведет, что за характер и так далее. Это уже через подружек узнается и так далее. Узнаешь, что за человек, что за женщина. Узнать, конечно, сложно, потому что девушка, она очень секретная, то есть ее внутренняя часть жизни никому неизвестна почти. Но если серьезно изучать, можно узнать. Все девушки хорошие, все мужчины плохие. Девушки все хорошие, понимаете? Потому что у них все скрыто внутри. Очень сложно понять, какая она на самом деле. Она потом тебе это все покажет в личных отношениях. Будет уже поздно. Но на самом деле можно. Можно по гороскопу, по каким-то признакам, можно понять, какой характер у женщин. Разумный подход к жизни означает выбирать. Но даже если ты выберешь девушку, не факт, что она за тебя замуж пойдет. Она может и не захотеть. Поэтому надо стать настоящим мужчиной. Знаете, когда мужчина развивается, по-настоящему развитым становится, то он может выбирать. Если он развился как личность, у него проявлены мужские качества. Мужчине нужно иметь нос красивый, губы красивые и даже большие мышцы. Если у него проявлены мужские качества, то женщина любая с удовольствием выйдет за него замуж. Почти любая. Не выйдет только та, которая чувствует, что с ним не будет отношений глубоких. Женщина это чувствует. Поэтому за ней остается право. Но по факту, если мужчина развился, у него нет проблем выбрать себе жену. А если не выбирается, значит, надо отложить это дело и развиваться. Скупые мужчины, они постоянно бегают за женщинами, пытаются быстрее найти себе кого-то. Это скупость. Надо отстраниться от женщины, развиваться как личность. Когда ты разовьешься, то тебе не надо бояться того, что у тебя какая будет жена. Ты самую лучшую выберешь в этом случае. Но условие такое. Нельзя терять мужскую силу. Когда мужчина гуляет по женщинам, он не развивается. Мужчина может развиваться только соблюдая целебат. Он от женщин подальше и внутреннюю жизнь ведет. Он развивается как личную, зреет, становится сильнее, 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 разумнее. И в какой-то момент он раз замечает, что все девушки обращают на него внимание. Это значит, что пора жениться. Все. Все нормально. Развился. И система вот такая. И мужчина разумный, он на расхват. То есть он на самом деле большая редкость в этой жизни. И поэтому девушки будут все очень серьезно относиться к этой ситуации. Если появился какой-то разумный мужчина. Они в очередь выстроятся все. Поэтому здесь нет проблем найти себе жену. Проблема стать мужчиной. Вот это большая проблема. Я все правильно девушке говорю, женщине? Правильно? Все правильно. Все. Возражений нет в этом вопросе. Развился к 35 годам. Поздно жениться или нет? Можно взять 25-летнюю? Можно она с удовольствием выйти, если ты развитый. А если тебе 35 и все равно, как бы, ну, значит, тогда шансов становится меньше в этом случае. Еще какие вопросы? Записки. Ну, я сейчас буду раскрывать тему. У нас следующая тема сегодняшней лекции. Это тема создания семьи. Как уже было сказано и отмечено, что люди, которые влюбляются, они теряют себя. Они слепнут, и они не могут понять человека. Потому что божественная сила, она вскрывает в человеке все самое лучшее, и разобраться невозможно. То есть все становятся богами, полубогами. То есть женщины становятся богинями, мужчины становятся очень, как бы, самыми лучшими. Все становятся самыми лучшими, когда наступает влюбленность. Поэтому в этой состоянии влюбленности уже выбор невозможен. Невозможно понять, кто перед тобой стоит и какая с ним будет жизнь. Это невозможно все. Поэтому создание семьи возникает до этого момента. По факту люди должны учиться контролировать себя. И даже когда ты нашел себе хорошего человека, тоже, чтобы ее создать, семью, нужно с ним, с этим хорошим человеком построить правильное отношение. Смотрите, три типа создания семьи. Благостное создание семьи. Ты внимательно на расстоянии изучаешь человека. Мужчина должен как к огню относиться к женщинам, очень бояться их близости с ними. Это огонь для него, то, что опасно. Он должен держать их на расстоянии, внимательно изучать, кто как себя ведет. И когда он находит, допустим, достойную девушку для себя, он должен изучить ее гороскоп, должен посоветоваться со старшими. И если все, должен понять, из какой она семьи, потому что яблоко от яблони далеко не падает. Ну то есть из какой семьи человек, так он себя потом в жизни будет вести. Это очень важно понять тоже. То есть надо все это изучить, а потом дальше уже мужчина пытается ухаживать за женщиной, за девушкой, если она ему понравилась во всех отношениях. Причем здесь интересный момент такой. Если от нее, если она не вызывает очень жгучих чувств, вот этой вот сильной такой любви, привязанности, то это лучше. Это не означает, что никогда жгучие чувства, они всегда вредны. Нет, просто с ними труднее создавать отношения. И по факту вот эти вот жгучие чувства сильные, вот эта сильная любовь, которую так сильно все мечтают, она по факту называется всегда несчастная любовь. Вот эта сильная любовь, она всегда несчастная, потому что очень сильные животные чувства у людей вспыхивают друг к другу. Они толком не понимают, кто они, то есть они начинают отношения, не поняв вообще, что друг к друге. У них нет по факту отношений. просто они наслаждаются друг другом и все, а потом приходит время и у них как кирпичом об землю, и они узнают, что что-то не то произошло, но уже поздно, потому что сильная привязанность возникает в сердце. Поэтому Веда рекомендует, чтобы влюбленность была не такой сильной, а контролируемой, чтобы были чувства, но они были контролируемые, понимаете, чтобы не было бесконтрольности в этих чувствах. И потом люди как знакомятся в благости, они долго общаются друг с другом и в этих отношениях, в общении они в основном сначала испытывают горький вкус, потому что всегда девушке очень трудно понять мужчину, мужчине очень трудно понять девушке, они друг друга, чтобы понять, они примерно полгода, а может и больше общаются. При этом нет никаких половых отношений, потому что половые отношения заканчивают общение, все. Половые отношения начались, началась личная жизнь, это значит, что нет выбора, то есть люди уже не выбирают друг друга, уже за них все выбрано, их желанием наслаждаться друг другом, все. Завязываются очень крепко узы между людьми, очень крепкие такие узы завязываются, которые не разорвать. Половая жизнь, она очень сильно приковывает людей друг к другу и не дает дальше никак развивать отношения. Они не могут уже по факту разговаривать друг другом спокойно и дружить, потому что в этой дружбе они устанавливают правила отношений, устанавливают, кто есть кто, и у них по крайней мере еще есть выбор расстаться, если они чувствуют, что ничего не получается. Но когда половые отношения раньше начинаются, чем дружба, тогда уже права и выбора никакого нет. Расставание всегда означает вырезать кусок мяса из сердца человека. Или ты бросаешь, или он тебя бросает, это сопряжено с большой болью, которая потом отражается на жизни человека и, несомненно, на твоей судьбе. Поэтому веды советуют сначала общение без секса. Теперь у женщин сразу возникает вопрос, а если я не буду подпускать себе мужчину, то он может вообще не захотеть со мной дальше отношения строить. Правильно. Это означает, что он не готов взять ответственность. Это значит, что он хочет с тобой строить отношения только для секса. Он хочет просто с тобой тебя использовать, и никакого желания жениться нет. Потому что мое исследование показало, что мужчины, которые серьезно хотят семью создать, они наоборот не хотят женщиной сексом заниматься начинать раньше времени, потому что они боятся привязаться не к тому человеку. То есть они точно также настроены, они хотят серьезно изучить, с кем я имею дело, чтобы потом уже создавать семью. Если мужчина настроен жениться, то его не сильно тянет сразу на секс. Он хочет узнать, кто, что за человек. Это вполне разумно и правильно. Узнать, что за человек сначала. Так? Поэтому у него его не тянет близким отношением. Его тянет, конечно, но он контролирует себя. Если женщина его сдерживает, он ей за это благодарен потом. Потому что все равно мужчину тянет близким отношением. С этим ничего сделать невозможно. Но женщина должна сдерживать, это ее обязанность. Она сдерживает и общается. Они в отношениях, в общении устанавливают, могут ли они с друг другом потом жить. Где-то полгода надо общаться, чтобы это понять. И при этом у них возрастает привязанность друг к другу. Естественно, у них теряется разум, но все равно разобраться как-то можно. Но если они сразу в постель, то тогда уже все. Возможность разобраться исчезла. Ее нет просто уже. Дальше как будет, так будет. И придется потом исправлять. То есть это уже отношения в страсти. Как в страсти отношения создаются? Люди познакомились через некоторое время в постель. Сначала сладкий вкус они испытывают. То есть отношения в благости. Сначала горький вкус, потом сладкий. Сначала мы изучаем, все нам тяжело, потом сладкий вкус. Отношения в страсти. Сначала сладкий вкус, потом горький. Потому что чего ты хотел, не получилось. Ожидания не оправдались. Отношения не созданы. Они начинают создаваться тогда, когда уже поздно создавать. То есть не поздно создавать, но тысячу раз тяжелее. Потому что уже отношения близкие. Люди уже ранят друг другу. Лучше понять друг друга на расстоянии, чтобы потом не ранить друг друга. Чем очень сильно сблизиться и ранить друг другу постоянно. И в этом во всем понять. То есть получается стресс. Понимаете, очень тяжелая ситуация для жизни. И есть еще отношения в невежестве. Когда сразу в постель. Еще не познакомились. Уже в постель. После пьяной какой-то встречи. Секс уже. Проснулся. Смотришь, с женщиной лежишь. С какой не помнишь. Ну то есть смотришь, женщина рядом лежит. А с какой не помнишь? Потому что ничего не помнишь, что вчера было. И тебе как-то неловко стало как бы, ну что женщина лежит, тебя обнимает, а ты не знаешь, что за женщина вообще, как ее зовут. Это вот отношения в невежестве. Полное безумие. Она уже к тебе привязалась, ты уже к ней привязался, но ты ничего не помнишь при этом. Или помнишь что-то, но не так сильно. А еще хуже, когда вот дети начинаются, зачать это не спрашивает, пьяный ты или трезвый. Познакомился ты с ней или нет. Если как бы произошло, отношения произошли в определенное время цикла женщины, то опа, зачатие. В пьяном угаре. А вот здесь уже спрашивается, потому что в зависимости от того, в каком состоянии сознания находятся люди, такие дети потом рождаются. Привлекаются дети, соответственно, от того настроения и состояния сознания, которые люди испытывали. Допустим, люди не испытывали близких чувств друг к другу и зачали. Значит, и дети не будут близких чувств к родителям испытывать. Если они пьяным угаре и зачали, значит, дети будут склонны к пьянству. Поэтому, чтобы зачинать детей, надо друг друга очень глубоко понять сначала, узнать. Надо стать мужем и женой, то есть как минимум год-два надо вместе пожить. Когда женщина-мужчина почувствует, что они близкие люди, можно зачинать ребенка уже. Видите, и тогда ребенок тоже станет близким человеком. Приклеится к близким отношениям, близкие люди приклеиваются к далеким отношениям, далекие люди приклеиваются. То есть, такая система. Что-то вы на меня смотрите печально уже. А музыка венчальная, такая беспечальная. Не волнуйтесь. Все, что было, то прошло. Надо сейчас как бы все менять, жить как надо. Господь нам дал то, что нам положено в жизни. Мы это приняли, проглотили. И теперь ничего не поздно. Все можно поменять, если вы настроены менять. Если вы думаете, о, Олег Геннадьевич мне открыл глаза. Надо уходить от мужа, потому что все создано неправильно. Это неправильный подход в жизни. Неправильный вывод из моих слов. Не надо печалиться. Вся жизнь впереди. Для создания семьи человек должен много чего понять. Он должен понять, что люди бывают разные. Во-первых, бывают четыре категории по разуму людей. Бывают люди с наклонностями ученых. У них есть определенный склад. Допустим, если девушка с наклонностями ученых, она старается во всем разобраться в жизни, все понять. Ей нужна наука в отношениях. То есть она пытается как бы построить их по этой науке и так далее. У нее есть принципы, правила в жизни и так далее. Если она встретила такого же парня с этой категории, то у них легко создавать отношения. Потому что у них есть вот такие вот... Если человек по природе руководитель, лидер, то и у женщины, и у мужчины больше просыпаются социальная значимость. То есть человек, который руководит лидер по природе, он ищет себе девушку, которая социально значимо выглядит. То есть она выглядит как принцесса. То есть она очень крутая, такая серьезная. И в серьезном кругу он ищет такую девушку. И для таких людей очень важно чувство собственного достоинства, верность, чувство долга. А также социальное, правильное поведение в обществе. То есть если, допустим, природа руководителя, то мужчина выбирает женщину, которая идеально себя ведет в обществе, в светском. Она должна вести себя так, чтобы она была, должна быть безукоризненной. И он выбирает такую женщину, которая уже заранее подчиняет себя ему и ведет себя с ним, как младшая. Хотя она сама очень достойно чувствует себя в жизни. Это означает создание семьи, правильное, людей, которые имеют наклонности к управлению людьми. Если мужчина склонен управлять, он должен женщину себе такую же найти из светского общества, которое блестяще себя ведет в обществе, и она выглядит достойно, что она царевна, и она просто так ни за кого замуж выходить не будет. Если она царевна, значит, у нее вот такие наклонности руководителя тоже. Теперь, если мужчина бизнесмен по природе, то есть он человек, который склонен зарабатывать деньги, имейте в виду, что есть разница между бизнесменом и руководителем. Руководитель – это человек государства и человек законов. Он работает с законами и с людьми, а бизнесмен работает с деньгами. Ему люди на втором месте, главное, чтобы был заработок. Понимаете, разница большая. У бизнесмена тоже может быть коллектив, но он постоянно меняется. Почему? Потому что бизнесмену важно, чтобы были деньги. А руководитель, он не меняет людей. Он собирает команду и идет вперед с ней. И для него люди важнее, чем деньги в этом случае. Если человек бизнесмен по природе, то он склонен к богатству, и он выбирает себе девушку богатую из хорошего круга, в котором уже не социальный статус важен, а важны именно деньги, средства, чтобы она была из достаточной семьи, с семьи с достатком. Такая женщина, она знает цену, деньгам, богатству, она имеет силу их притягивать к себе. Она, бизнесмены, люди с этим характером имеют природную способность устанавливать отношения. Если мужчина имеет способность быстро познакомиться со всеми, установить отношения, женщина должна такой же быть. Она тоже должна очень быстро уметь с возможностью установить отношения. И человек, который имеет природу бизнесмена, он очень покладистый характер имеет. У него характер не трудный, а легкий. Он легко общается, легко дружит со всеми. И жена у него должна быть такой же. Если бизнесмен выходит, берет замуж руководительницу, женщину, она им пренебрегает, потому что он недооценивает важность поведения в обществе. Ну то есть ему неинтересно поведение, он, знаете, такое легкого поведения, бизнесмен, ему легко дружить, знакомиться, но как бы он так в солиднях из себя не строит. И женщина его тогда недооценивает, она считает его как бы не очень. Серьезным человеком. Не совсем благоприятно так отношение с другом, да? В основном, да. А, смешанный. Да, бывает недозрелый тип. Недозрелый. Допустим, мужчина-бизнесмен по природе, а занимается, допустим, чем-то другим. Недозрелых. В основном все люди недозрелые сейчас, потому что нас же никто не развивал. Если огурчик не поливать, как бы не выращивать, он сморченным вырастает. Тот же самый огурчик, но он сморченный, то есть такой. Недозрелый. Недозрелый. Такой человек остается. Если человек по природе склонен просто к творческому труду, то у него, как бы он простую жизнь ведет, он простой человек. Ему главное это найти себе свое дело в жизни, свое занятие любимое. И такую же жену он должен найти себе. Если он находит себе жену, которая склонна к бизнесу, она будет им пренебрегать. А если он находит ученую жену, которая склонна к преподаванию, то вообще тогда капец ему. Она всю жизнь его будет учить, воспитывать. И конца и краю этому нет. А он не будет воспитываться, потому что такой мужчина по природе невоспитываемый. И у них конфликт сильный возникнет друг с другом. Вот эта природа разума в построении отношений очень важна. В ведическом обществе люди делились на слои в соответствии с их разумом. И вообще, как бы, в жизни человек должен знать, что он все равно должен найти по своему разуму, по структуре разума себе общение. Ну, допустим, бизнесмены общаются с бизнесменами, руководители с руководителями, творческие люди с творческими людьми, и ученые с учеными. Понимаете? Эти круги общения существуют, хотим мы этого или нет. Это не называется касты. Касты означают, что одни пренебрегают другими. Понимаете? Круги общения — это естественная жизнь человеческого общества. Человек должен общаться в своем круге общения. Понимаете? В том социальном слое, в котором он чувствует себя нормально. И это означает, что там же он должен выбирать себе жену или мужа. Но когда человек неразвитый, недоразвитый, он не знает, в каком социальном слое ему общаться. Поэтому надо сначала развиться как Личность, а потом жениться. Не должно быть так, что я не хочу учиться, а хочу жениться. Надо сначала развиться как Личность, а учиться в ведическом обществе всегда означало только одно. Это не означало математика, физика, химия, менеджмент и международные отношения. В ведическом обществе развиться означало стать развитой Личностью. Математика не поможет стать развитой Личностью. Химия не поможет. Физика не поможет. Поможет только духовная практика. Даже психология не поможет стать развитой Личностью. Я знаю кучу психологов, которые очень много чего говорят, но если копнуть их личную жизнь, она ноль. Они не способны сами воплощать в жизнь то, о чем они говорят. Это означает недоразвитость. Только духовная жизнь делает человека доразвитым. Он реально становится тем, кем он хочет быть в жизни, кем он способен быть. Поэтому самое ценное в человеческой жизни — это духовная жизнь. Она самая нужная, самая востребованная, самая ценная. Она помогает во всем. Она дает человеку успех в жизни, в бизнесе, в делах, во всем. Она ставит его на свое место в жизни. То есть он узнает свою природу. Поэтому духовная жизнь — то, в чем больше всего человеческое общество нуждается. Люди больше всего нуждаются в этом, хоть они сами не знают об этом часто. Люди думают, что они нуждаются в холодильниках, машинах, пылесосах, квартирах. Они так думают. Но больше всего они нуждаются в духовной жизни. Потому что если нет духовной жизни, ты счастлив не будешь, хоть ты окружи себя десятью пылесосами и пятидесяти квартирами. Понимаете? Несчастья все равно не будет. Без внутренних глубоких отношений счастья нет в жизни человека. Создание семьи — это сложная тема в наше время. Потому что в ведическом древнем обществе создавать семью было легко. Потому что все этому способствовало. Мальчиков с девочками ничего не связывало. Они уже были на расстоянии. Они учились в разных школах. То есть девочки в женской школе учились. Мальчики в мужской. Они встречались только, когда встречались люди где-то. И они по этикету не должны были подходить друг к другу. И сюсю-мусю делать. И вы скажете, ну это неинтересно так жить. А я вам сейчас скажу немножко другую информацию. Женщина теряет себя, девочка теряет себя, когда она находится рядом с мальчиками. А мальчик теряет себя, когда он находит рядом с девочкой. Поймите такую вещь, что в возрасте, когда происходит половое созревание с 12 до 16 лет, ни мальчики, ни девочки не могут контролировать половую энергию. Она в них бушует, как океан. Она имеет огромную силу. И эта сила разрушает их психику. Я сам помню лично, как, допустим, в седьмом классе я сидел за одной партой с девочкой. И причем интересно, в школе сажают мальчика с девочкой специально. Не мальчика с мальчиком, а девочку с делаю, а мальчика с девочкой сажают. Вот это прикол конкретный. Я как бы, ну, я сидел с девочкой, как вот сейчас, как сейчас помню. Это был для меня трудный период в жизни, потому что мне надо было учить математику. Я сидел, писал, и у меня глаза вот туда вот вниз, а там у ней была короткая юбка. Специально, что ли, так одела. Чтоб глаза вот так вниз. Тащит. Потому что от женщины же идет сила. Она имеет в шахте силу. То есть женщина имеет силу, и как бы у мужчины, у нее глаза сами так. Идут туда, куда он не хочет, куда ему стыдно. Они сами туда лезут, понимаете? Вот, глаза. И потом после этого, ладно, если они лезут в глаза туда, это еще полбеды. А потом ведь крыша-то съезжает. То есть он посмотрел, и он уже не может о математике думать. Все, математика закончена для него. А потом он уходит домой, и у него картинка стоит. Она потом еще вырисовывается, графическое изображение получается. Ну, то есть было как бы в платье, потом стало без платья. И потом он об этом изображении думает постоянно, понимаете? Потом в интернет досматривает, как это на самом деле еще выглядит в подробностях. Потому что сейчас все показывают. Так дети живут. И потом, когда у ребенка установилась вот эта картинка, у девочки точно так же происходит психики. Когда установилась вот эта картинка, только у девочки происходит по-другому. Она как бы по отношению к себе все видит. То есть мужчина видит по отношению к женщине, девушке, то, что он с ней будет делать. А она видит по отношению к себе, что она будет чувствовать от этого всего. И вот они как бы это видят все. Но они не учатся в школе при этом. Школа закончена, все. И дети такие, которые очень сильно оскорнены вот этой половой энергией, дальше что с ними происходит? Они начинают в обществе очень сильно утверждаться. Так как они с этой энергией справиться не могут, девочки начинают худеть в 14 лет, начинают диеты соблюдать, там, аэробикой заниматься, учиться им уже не хочется. А мальчики начинают делать крутой вид из себя, вешают на себя всякую фигню. Там нос протыкают, губы, но только хоть как-то выделяться. То есть, что я крутой, типа, волосы дыбом там, там, такие как бы желтые волосы, как бы кожа синяя. Ну, то есть надо что-то делать, понимаете? Брюки дырявые, как бы здесь иголки, дырки всякие, тут все, короче, все. Полный джентльменский набор. Ну, как вот он понимает вот со своим разумом, потому что в 14 лет все выросло, кроме мозгов. Понимаете? Как он понимает со своим разумом, как бы, что такое крутизна? Вот так он и такой крутой, и он и становится, понимаете? И это страшно, потому что это все происходит из-за того, что они просто сидят рядом, и все. И в ведах это знали, в ведическом обществе это знали, поэтому были еще в прицарской России до 905 года были мужские и женские школы. Обучение мальчиков и девочек было полностью разделено. Ни о каком смешивании даже речи не шло вообще. Это считалось предосудительно. И поэтому развивались настоящие люди. Потому что мальчик, когда он от девочки держится на расстоянии, у него очень большой импульс к развитию. И в результате мужчины такие настоящие боговольтерии вырастали. Вот смотрите, допустим, если взять вот то общество, допустим, более старое, то мы увидим, что женщины все такие как бы развитые, достойные ходили. Мужчины такие еще крепкие ходили. Это все вот от такого воспитания идет. А сейчас мы смешанные уже. Даже в Швейцарии, по-моему, сейчас уже начали на законодательном уровне устанавливать вот эти вот браки однополые. И детей как бы учат, чтобы они не мальчики и девочки были, а дружки просто. Вот это реально то, что происходит сейчас в Европе. Страшные вещи. Почему? Потому что вот это перемешивание, оно привело к тому, что идет деградация, половая деградация человечества. Мужчина перестает быть мужчиной, женщина перестает быть женщиной. У них появляются гомосексуальные наклонности. И, соответственно, о нормальной семье уже речи быть не может в такой ситуации. Понимаете, да, систему? То есть если женщина, если два заряда замкнуть, что получается? Короткое замыкание. То есть мужчина не может как мужчина развиваться, девочка не может как женщина развиваться. Все. Короткое замыкание произошло, они недоразвиты потом. Поэтому сейчас и браки поздние. Почему браки поздние? Девочки не развиваются. Вот мой опыт такой, что девушка в основном не может выйти замуж раньше 26-28 лет, потому что она недоразвитая. Она не может чувствовать себя женщиной. Как определить, что девушка недоразвитая? Она не может рядом с мужчиной терпеть его мужской характер и очень сильно эмоции проявляет, очень сильно обижается на мужчину. Как мужчина недоразвитый себя ведет? Он не может терпеть женские эмоции. Он не может устоять перед ее эмоциями, поэтому он от нее держится подальше и боится ее замуж брать. Недоразвитый мужчина не хочет замуж брать женщину. Недоразвитая женщина не может находиться рядом с мужчиной. Признак недоразвитости. Поэтому вопрос создания семьи, он очень сложный в наше время. Очень сложный. И эта сложность, она в основном, причина этой сложности из-за того, что общество недоразвито сейчас. Оно не имеет социальных слоев выраженных. Дети смешаны. Люди не знают, чем заниматься, потому что они недоразвиты. Они не знают, кто он по природе. Они не знают, чем заниматься, как работать. Это результат недоразвитости. Таким образом, можно видеть, что это все затрудняет людей. И потом очень близкие отношения между мужчинами и женщинами. Близкие отношения. Означает, что сначала секс, потом знакомство. Часто в детском возрасте особенно. Они же не понимают вот этих всех правил, что надо по правилам жить. Дети не понимают, их влечет эмоция, потому что у детей, у человека разум развивается, у мужчины к 25 годам, у женщины к 20. До этого возраста ни женщины, ни мужчины не понимают, что секс это опасно. Они просто считают, что это то, что им положено в жизни. Это и есть. Они считают, что они свободные люди. То есть, если я свободный человек, значит, имею право сексом заниматься. Свобода. То есть, мы свободные люди. Значит, сексом надо заниматься в раннем возрасте. Ко мне как-то одна девочка подошла после лекции, плачет страшно, с мамой подошла. Ну, лет 16, наверное. И мама говорит, что нам делать, мы беременные. Девочка 16 лет беременная. Что нам делать, мы беременные в 16 лет. А что тут уже делать? Она говорит, а он не хочет ее замуж брать. Я говорю, в 16 лет он захочет. Он еще ребенок в 16 лет. Как он ее замуж-то захочет брать. А что нам делать, жить дальше? Ничего не сделаешь. Надо знать, что так нельзя. Иногда тяжелая, потом цена получается тяжелая. Она говорит, может аборт сделать. Я говорю, можно, но есть риск, что вообще не будет детей потом. Если женщина, не рожавшая, делает аборт, это значит, что есть шанс, что она вообще никогда не родит потом. Вся система, у нее очень чувствительная система, у девушки, которая не рожала, у нее очень чувствительно все устроено. И если она вторгается грубо в этого все, то потом сбой происходит полный, гормональный. И она просто не может родить потом. Трудно очень. Потом все восстанавливается. Поэтому я сказал, лучше рожать. Вообще лучше всегда рожать. Не убивать ребенка в лоне, а рожать. Самый лучший вариант. Ну, теперь мы... Ну, тема очень сложная. У меня целая книга большая написана. Читать не советую. Потому что прочитайте, еще тяжелее будет выбрать. Такая толстая. Я там все учел, как бы писал. Потом подумал, господи, зачем же я это написал? Еще сложнее стал, да? Создалась. Ну, понятно. Конечно, она всегда лучше значна. Шудра. Это решается с помощью духовной жизни. Потому что во время духовной практики люди выравниваются. То есть, веда объясняет, что когда люди занимаются духовной практикой, то между ними нет интеллектуальной пропасти, потому что духовная жизнь развивает разум любого человека. Вот, допустим, если человек святой, но он очень простой в жизни. Он шудра или не шудра? Нет, он может работать просто. Я знаю, допустим, людей очень возвышенных, которые какие-то поделочки делают там, еще что-то. Рисуют просто. Какой-то деятельностью человек занимается, но он очень сильно молится Богу. Он шудра или не шудра? Я бы тоже. Он наставник духовный. Он для всех возвышенная личность. Все его уважают. И если, допустим, женщина имеет брахманическую природу, то есть она ученый по природе, она может за такого человека выйти замуж? Для нее за честь будет за такого человека. Он будет просто жить, просто выглядеть. Простые ей советы. Она ученая, она во всем будет разбираться. Он будет простым. Он будет ей всегда говорить правильно сразу. Поэтому все вопросы решает духовная жизнь. Все ваши вопросы указывают на то, что вы не понимаете глубину жизни. Потому что мой ответ, он не приведет вас к счастью. Часто человек хочет решить вопрос каким-то внешним образом. Это означает, что он не понимает смысл жизни, суть жизни. Суть жизни такова, что всегда проблема только внутри. Если ты не занимаешься духовной практикой, не очищаешь свое существование, мужчина не хочет заниматься духовной жизнью. Потому что всегда вокруг нас только наша судьба. Меня как-то спросил один человек, покажите мне мою судьбу. И он стоял с женой рядом. Я говорю, встаньте друг напротив друга. Смотрите вот на нее. Это ваша судьба. Он говорит, в смысле? Я говорю, в полном смысле. Он говорит, ты что? И то, что она вот так? Да, и так, и так, и так. Все это ваша судьба. И только она, и все. Больше нет нигде моей судьбы. Я говорю, нет еще ваши друзья, теща. Все ваша судьба это. Вот если всех поставить, это будет и есть ваша судьба. Он скажет, а если их поменять? Я говорю, это невозможно. Потому что судьба всегда проявляется так, как положено ей проявляться. Она может поменяться со временем, судьба. И люди могут вокруг поменяться. Это означает, что ты меняешь свою жизнь. Поэтому никогда не думайте, что вы случайно, нечаянно, как-то не так вышли замуж. Все очень четко предусмотрено. И все очень четко спланировано. Мне приходится очень много с людьми общаться, близко достаточно. И у меня как-то один раз я задался мыслью, а вот что, если бы я взял себе другую жену? Ну, иногда у психологов, философов такая мысль возникает. И я начал анализировать всех девушек, которые как бы мне нравятся. Смотреть карты, смотреть их конституцию, их здоровье. Там все просто одно и то же. Сначала внешне кажется другая, потом раз посмотрел поближе, такой же характер, такое же поведение, все то же самое. Все. Ничего не изменишь. Как бы уходить, но ушла, опять то же самое будет. То есть вы изучили уже из Брахмана, Кшатрии и все прочее, да? Ну, у меня такой случай был. Я как бы изучил в Ведах, написано, что в зависимости от того, как человек молится и как человек ест, такой у него темперамент. И я так выбирал себе учеников. Мне хотелось, чтобы ученики были активными, чтобы они как бы много работали, изучали. И я как бы смотрел, о, быстро молится человек, значит, у него активный темперамент. Я взял как бы себе ученика такого, потом он как бы оказалось очень медленно ест. И потом он делал все просто. Ну, у меня такая судьба была, что мне попадались такие ученики, которые медленно все делают. И у меня три таких было. Ну, сначала два, а потом третьего еще взял. И они все вот два часа в туалет ходят там, потом три часа думают, потом пять часов ест. Ну, такие, знаете, очень продуктивные. Я решил еще одного взять, смотрю. Это было в Индии. И в храме смотрю, молодой человек такой, очень быстро молится такой, бегает, такой полторы. Молится очень быстро. О, нормально. Взял его, а он потом сел кушать такой. Очень активно. Я думаю, может, работать будет, заниматься учебой там, делать все будет быстрее. Нет, еще медленнее, чем все остальные. Судьба, ничего не сделать. Хотя я выбирал, все как бы по науке, получилось все наоборот. Поэтому не думайте, что вы можете обмануть свою судьбу. Лучше сдавайте экзамены. Экзамен такой. Вы занимаетесь духовной практикой, муж меняется. Все. Все очень четко. Здесь нет вариантов никаких. И когда, интересно так бывает, ко мне человек подходит и говорит, вот Олег Геннадьевич, у меня вот такая ситуация. Допустим, муж пьет там и туда-сё. Что мне делать? Какие шаги практические? Я смотрю и говорю, молиться. Надо молиться и так изменять свою ситуацию. И девушка говорит, и всё? Это значит, что она ноль, вообще ноль. То есть она ничего не соображает в жизни. И всё. Но это единственное, что может помочь человеку вообще в жизни. Внутреннее отношение – это единственное, что меняет судьбу. И всё? Да, и всё. Вы точно такой же вопрос же задали, вспомните. Вы говорите, Олег Геннадьевич, что, только над собой работать и всё? И всё. Изучайте, что такое жизнь. Иначе жизнь будет очень тяжёлой. Есть только один путь у человека в жизни. Это путь внутрь себя. Других путей нет. Искусственно ничего не поменяешь. Можно разводиться, можно не разводиться. Всё одно и то же будет. Шило-омыло поменяешь. У человека обычно есть два варианта, понимаете? Вот мужчин, допустим, у женщин. Или мужчина слабый психически, но добрый. Нежное отношение строит. Или мужчина очень сильный, но грубый. И женщина думает, вот надоело мне с этим дистрофиком жить. Ну, то есть, хочу сильного мужчину, пожалуйста, начинает её гонять по квартире. Нет, лучше бы тот был, который вот такой нежный, заботливый, он такой хороший был, добрый. А этот грубый какой-то вообще надоел, не хочу, опять слабый. И так далее. Так бесконечно. Понимаете? Потому что человек, он может получить только или одну грань медали, или другую. Но медаль сама по себе соответствует его судьбе. И он ничего с ней не может сделать. Он хоть так её повернёт, хоть так. Медаль одна и та же. То есть, означает страдание одно и то же, количество страданий одно и то же, просто выглядит по-другому. И всё. И люди, когда много браков подряд, то у них всегда две стороны. То вот такой брак потом разворачивается наоборот, вот такой. Потом они сравнивают, видят, что вот два типа только у него людей было. Всё. Поэтому, чего разводиться, это не помогает. У вас есть трудности в вашей карме семейной. Вам их надо сдавать. Тяжёлая семейная жизнь, трудная. Или Геннадьевич. Лучше б не договорил со мной. Ну, конечно, всё нормально. Конечно, всё нормально. Всё правильно. А, ну да, мы же должны сделать объявление. Взял, думаю, что за вопрос. Чудесная мама. Чудесная мама – это не вопрос. Это чудесная мама. То есть, это Елена у нас будет читать семинар «Чудесная мама». И мы, кстати, её хотим попросить на РВД-радио почитать этот семинар у нас, если она согласится. Вот здесь вот есть доступ, пожалуйста, можете. Успешные роды. Семинар второй. Одиннадцатого июля. Кто из вас был на этих семинарах? Чего, никто не был здесь присутствующим? Понравилось вам? Понравилось? Ну вот, сходите. Четырнадцатого июля будет «Растём вместе» тоже проводить, Елена. Возраст от нуля до трёх лет. Растём вместе. И родители растут, и дети растут. Вместе надо расти. Развиваться. 17-19 августа удивительный человек, очень глубокий философ и глубокий учёный в области ведического знания. Мой соратник, друг Максим Володин проведёт Аюрведа-ретрит. 17-19 августа. Наверное, там из-за дождя душно, да так? Придётся нам немножко попотеть, что делать. Может, вторую половинку тоже открыть дверей, чтобы... Не открывается, нет? А то прям душновато в зале становится. О, хорошо. Уже получше. 18-го июля будет сезонный режим описываться, то есть это согласно Аюрведе, как надо по сезонам питаться, там жить и так далее. Тоже Максим Володин будет читать. 26-го августа будет ретрит в Болгарии. Будут выезжать автобусы туда, и там будет и Аюрведа, и йога, и там много-много всего интересного. Хороший отдых. Ретриты – это самый хороший отдых. Я вам рекомендую такой отдых. Вашей жизни вы не пожалеете. 23-го июля ведическое кулинарное искусство Людмила Быханова, тоже удивительный человек. Она здесь присутствует, нет? А, Людмила... А, вон она сидит. Вот она очень хорошо готовит и давно очень хорошо готовит. Еще когда только первый раз я приехал сюда, в Ригу, она меня уже тогда накормила очень вкусно. И она несколько книг написала по ведической кулинарии, которые пользуются в России очень большой популярностью, на расхват. И они очень практичны, эти книги, по словам моей жены, то, что мне доложили. Сам не разбираюсь, но вкусно, когда готовится. Вот. Поэтому учитесь. Это удивительная кухня ведическая. Она очень вкусная, полезная. 23-го июля семинар. Практические занятия. То есть, как в современном обществе воспитывать нравственность и целомудрие в детях? Ведь в обществе сейчас творится обратное. Хороший вопрос. Практичный. Понимаете, человек, хоть ребенок, хоть взрослый, он выбирает в жизни самое лучшее. Человек не может не выбирать самое лучшее, потому что мы стремимся к глубине, к чистоте и к счастью. Человек по своей природе склонен к этому, и его от этого не отучить. Понимаете? Поэтому здесь не нужно никаких беспокойств. Просто организуйте чистую и возвышенную жизнь у себя дома. Самое изысканное преподносите своим детям. Если фильм, то остров. Если, допустим, книга, значит, Библия. Ну, то есть, самое лучшее детям преподносите в сладкой форме. Разбирайте жизнь святых вместе с детьми. Смотрите нравственные фильмы. Питайтесь чистой пищей вместе с ними. И они будут учиться жизни на этих чистых возвышенных примерах, которые вы им будете предоставлять. Потом, что произойдет, они будут смотреть и они будут сравнивать, что им преподносит общество и что им преподносит семья. И такие дети, они остаются в семье. Они не выбирают эту извращенную культуру дикую, в которой все гораздо хуже и примитивнее. Я когда с ведической культурой припознакомился, у меня был такой синдром интересный. Я просто ездил по улицам, в автобусах, и мне все было дико. Когда я узнал, как правильно и как надо, я смотрел на рекламы, на лица людей, и мне было все дико и чуждо. Это общество стало для меня чужим, потому что я увидел, что оно неправильное. Но потом я привык уже. Поэтому, когда ребенок точно так же растет в обществе, в котором все неправильно, оно не будет для него близким. То общество, которое настоящее, будет для него близким. А то общество людей, которое не настоящее, а искусственное и фальшивое, оно будет для него далеким. Поэтому не надо бояться этого всего. Но если у вашего ребенка наклонность из детства к тому, чтобы делать глупости, это значит, что вы его зачали, этого ребенка, в неправильной атмосфере. И ничего страшного. Каждый человек имеет право на жизнь. И если вы будете атмосферу чистую в семье или в своем сердце, по крайней мере, поддерживать, сначала все начинается с сердца человека, потом распространяется на тех в семье, кто имеет хорошую карму, а потом уже на тех, кто имеет плохую. Так распространяется духовная сила от одного сердца к другому. И создается духовная сила в семье. Потом она создается в отношениях с друзьями, то есть меняется окружение человека, меняется жизнь вся постепенно. И точно так же дети, они как бы выбирают себе окружение, они выбирают отношения. Лебеди выбирают лебедей. Помните, как вот гадкий утенок, да? То есть это не утенок был по факту, это был лебеденок. То есть он был беленький. Но его в этом обществе уток, его не любили, потому что он вел себя по-другому. Но потом он нашел лебедей. Так? И он обрел свою культуру. Часто дети, они когда ходят в школу, они не находят себе соратников, потому что лебедей мало. Очень мало детей, которые действительно стремятся к духовному. Допустим, у меня это устремление было с самого детства. Хоть я рос в семье, в которой как бы процветало пьянство, хамство и неправильное поведение родителей, я тем не менее выбирал лебедей. Я искал настоящее в жизни. Мне хотелось чистоты. И у меня был друг, он сейчас, я учился в Тольятти, он сейчас возглавляет общество мормонов там в Тольятти, то есть лидер как бы вот этого духовного движения. Вот, и мы с ним постоянно общались о Боге, но разговаривали о развитии, самосовершенствовании там и так далее. Ну, только один человек во всем классе. И даже во всей школе еще потом один человек, и все, больше никто. В институте тоже меня считали... Олег Тарсунов там было такое смешное выражение, смешное слово. Ну, я действительно так выглядел, потому что я занимался очень серьезно самосовершенствованием, и это делал я очень фанатично, потому что я тогда не понимал, как правильно, мне никто не объяснял. В то время не было такого знания. И я поэтому обливался ледяной водой перед тем, как идти в институт. И по дороге, когда я в институт ехал зимой, у меня волосы покрывали коркой льда, вот так вот. Такой вот. Представьте картину. Человек с коркой льда на голове идет, без шапки, в пиджачке. Что я в черном пиджачке таким ходил? В пиджачке просто, в таком кожаном пиджачке, без пальто, без шапки и с коркой льда на голове. Вы пошли лекции слушать у такого человека, нет? И как бы люди, которые учились со мной в институте, они когда это видели, у них был шок легкий. Потом я как бы славился тем, что у меня были способности неординарные в плане тонкого видения. И я как бы вел себя вызывающе. Например, когда пальпация происходила, ну там легких, допустим, человекопонимонии, мы его пальпировали. И потом преподаватель говорит, вот по пальпации у него очаг расположен вот так вот. А я говорю, нет, он больше. И вот здесь он еще очаг. И меня преподаватель... Да и что тут выступаешь? Я говорю, я вижу, какой очаг. Он говорит, мне не волнует, что ты видишь, надо пальпировать. И так далее. Ну то есть меня недолюбливали люди. Иногда у меня спрашивали, какая у меня судьба. И одна девушка спросила меня по руке, расскажи, что у меня летом со мной произойдет. Просто ради прикола. Я посмотрел как бы по ее руке и определил, что у нее летом будет авария. Но она выживет, ну что-то себе сломает. И она посмеялась надо мной и попала в аварию летом. Потом пришла в институт. И она очень злая по отношению ко мне была. И она говорит, ты меня сглазил, я попала в аварию, ногу себе сломала. Я также ей предсказал, что у нее в доме погибнет человек. Так и произошло. Прямо у нее в доме погиб муж. То есть друг. Напился и не проснулся. Ну вот такие были ситуации. И я не сильно выглядел хорошим в глазах моих сверстников. Студентов. Но я искал друзей чистых и светлых. Таким другом оказался завкафедрой. Как бы преподаватель. Завкафедрой кожных болезней. Очень возвышенный человек. Мы с ним вместе ходили в прорубь купаться. Ему 40, мне 20. Дружба такая была. Ну как бы вот такая была жизнь. Поэтому если человек склонен к духовному, он найдет себе путь. Понимаете? Не беспокойтесь за него. Он найдет себе путь. Но если ребенок не склонен, так же не беспокойтесь. Это ваша судьба. Вы должны ее прожить. Вы должны этому ребенку дать духовное семя. Оно обязательно прорастет. В этой жизни уже прорастет обязательно. В этом нет никакого сомнения. Потому что он не зря попал в вашу семью. Он обязательно получит духовную силу, но не сразу. Сначала ему придется наколебаться ошибок. Но насчет вытирать ноги я уже ответил на вопрос. Если ставить ниже мужчину, то он начинает вытирать ноги. Поймите, женщина, есть разница между уважением мужчины и низким чувством собственного достоинства. Сейчас мы об этом тоже чуть-чуть поговорим. Это важно. Смотрите, то есть, женщина должна иметь хорошее чувство собственного достоинства, но при этом уважать мужчину. Уважение к мужчине всегда означает, что он выше. Вот как еще мужчину можно уважать? Давайте варианты. Какие варианты уважения мужчины есть? Вот я уважаю мужчину. Что это значит? Ну, это означает, что он выше. Так или нет? Если я уважаю мужчину. Или как его можно уважать еще? А? Ну, это означает, что он выше. Мужчиной? Но это означает, что он выше опять. Понимаете или нет, о чем я говорю? Как можно уважать женщину? Женщину мужчина уважает как самую красивую, самую лучшую. Но это не означает, что она выше. Понимаете или нет? Он ее уважает, восхищается ей, преклоняется перед ней. Но это не означает, что она выше. Он ее считает даже выше, лучше себя. Но все равно по факту женщина, она ведет себя так разумная, что она ниже мужчины. Но мужчина при этом разумный считает ее лучшей, лучшей частью своей жизни. Он ее очень уважает, ценит. Он ее считает самой красивой, самой талантливой, самой развитой личностью рядом с собой. А если он не считает вопрос, а если он меня такой не считает, значит у вас не развито чувство собственного достоинства. Это значит не хватает благочестия в жизни. Женщина, которая не имеет силы благочестия, она рядом с мужчиной тухнет. Она считает, что она недостойна такого человека, что если она его потеряет, она останется без работы, без денег, без квартиры. Ну то есть он такой крутой, а я такая несчастная, слабая. И он начинает ей понукать. Он начинает ей говорить, ты смотри, ты видишь, кто ты и кто я. Если я, допустим, ты меня потеряешь, у тебя ничего в жизни не будет. А если... И поэтому начинает гулять от нее. Он изменяет ей, приводит даже домой проститутку, свою любовницу. И говорит, ничего страшного, ты все равно не найдешь себе такого, как я. Я просто вам рассказываю ситуацию, которую я увидел в своей жизни. Это не означает, что мужчина попрал достоинство женщины. Это означает, что женщина сама попрала свое достоинство, потому что она позволила мужчине так себя вести. А она почему позволила? Потому что она сильно привязана была к его деньгам, положению и комфорту, который он создал. Она купилась на это. Женщина никогда не должна покупаться. Она должна выше всего этого быть. Она должна говорить, я тысячу таких найду, как ты. Если начинается вот такое выяснение обстоятельств. Она не должна никогда зависеть от мужских денег и мужского богатства и комфорта. Она должна быть сильнее этого всего. И говорить ему правду, какую она должна ему сказать. Но с любовью. Ну и что? Не имеет значения. Муж не защищает жену. Жену защищает только Бог. Если она ведет себя тактично и правильно с мужчиной, не оскорбляет его, но говорит ему правду, он никогда не будет ее унижать. Он всегда ее будет ценить и будет отношения с ней строить на равных. Это не означает, что она его унижает. Она просто ему выполняет свой женский долг. У женщины два долга перед мужем. Первый долг – заботиться о нем, быть верной и любить его. А второй долг – воспитывать. Но воспитывать с любовью опять, заботливо. Потому что женщина – это совесть мужчины. Понимаете? Она знает точно все про него. И она поэтому его предостерегает от опасности. Поэтому, если женщина не выполняет свои эти обязанности, несомненно, она испытывает большие трудности в жизни. Потому что некоторые женщины сильно привязаны к мужчинам, и они боятся их воспитывать. Это означает, что он будет наглеть, несомненно. Но это ничего общего не имеет с тем, что она считает себя ниже. Женщина может считать себя ниже, но при этом, когда надо, воспитывать мужа. С любовью и смиренно, без проблем. Понимаете, о чем я говорю или нет? Она просто мужчине… Что значит считать себя ниже? Она мужчине просто дает возможность развиваться как личность. Она его толкает вверх. Она говорит, ты у меня самый ответственный. Вот иди и принимай решение. Все, она ему дает возможность развиваться. Но при этом она не теряет своих полномочий женских. Попытайтесь это понять. Она не выглядит несчастной, замученной, затырканной и такой… Нет, я не об этом говорю. Она достойно выглядит красиво, счастлива, сильно. Но при этом, когда она с мужем идет, она показывает всем, что он крутой у меня. Это означает, я крутая тоже, так же. И когда ее спрашивают, кто у тебя муж? Она говорит, очень уважаемый человек. Вот такой-то. Она не говорит, Вася Петрович, бедоносец. У других мужчины, как лебедушки, у меня бедоносец, как в фильме в этом. И он, правда, был бедоносом. Все время какие-то вытворял штучки. А она постоянно пилила его и пилила. Ну, это классика. Классика жанра. Скажите, что говорят веды об искусственном оплодотворении суррогатной матери. Правили женщина, имеющая такие проблемы, не способность зачать, выносить, решать их с помощью искусственного оплодотворения. Женщина должна делать все для того, чтобы получить ребенка. Все, что угодно. Вплоть до искусственного оплодотворения, искусственного вынашивания. Все, что угодно. Только получить ребенка. Она должна зачать ребенка. Любой ценой. Не может нормально, значит, искусственное зачатие. Как угодно. Потому что, если в семье нет ребенка, то, смотрите, есть два типа семей. Есть меценатские семьи, в которых, может быть, не иметь детей, как Ленин и Крупская. Там не было детей, но они всей стране принадлежали. Это меценаты, люди, которые отдают себя обществу. Они могут не иметь детей, у них будет счастливая семья. Второй вариант – это рождение детей в семье. Потому что, если человек не меценат по природе, он не посвятил себя обществу, а просто не заводит детей из-за того, что он не может их завести или из-за того, что ему не хочется напрягаться, то такая семья, несомненно, разрушается. Проходит несколько лет, 7-8, и они уже не могут вместе жить. И атмосфера в этой семье становится жуткой в результате. Они не могут вместе жить. Поэтому, если не можете зачать, берите ребенка на воспитание, иначе развалится ваша семья. Скапливается негативная энергия между мужчиной и женщиной. Если секс, смотрите, люди занимаются сексом вместе. И в это время, знаете, что происходит? У женщины в теле накапливается определенная энергия, которая должна пойти потом в психику ребенка. Каждый половой акт накапливает женщине силу определенную, которая должна потом пойти в психику ребенка. Теперь, если ребенок не зачинается, проходит определенное время, и эта энергия разрушает отношения. Она скапливалась, скапливалась в теле женщины, а потом из нее начинает переть вот это негодование. Она не знает, что с ним делать. У нее отвращение к половым отношениям развивается с этим мужчиной. И она начинает бунтовать. Это значит, что все, пошло разрушение семьи. Поэтому нет, не создается семья, значит, будет развал. Ну, где ребенок не зачинается в семье, будет развал, значит, в семье. Я видел это много раз в жизни. Будьте осторожны. Если вы такую выбрали линию без детей, семья, значит, она ущербна, эта линия. Она приводит к развалу. Но я знаю семьи, в которых нет детей и не нужно, но и муж, и жена живут для общества. У них нет личной жизни, они все время живут для общества. Это значит, что им и не надо. Нормальные вопросы? Все нормально? Отвечаем на вопросы. Мы с супругой, а с подругой... А, мы с подругой женимся этим летом. Мы с Тамарой ходим парой, мы с Тамарой санитары. Она католичка, а я старовер. Не понял. А, он мужчина пишет. Теперь я понял. Бракосочетание будет гражданское. Ну, как-то хочется связать гражданское. У вас есть такое бракосочетание гражданское вообще или нет? Это гражданское считается. Ну, правильно. А у нас гражданский брак в России означает никакого бракосочетания. Просто люди живут как бы друг с другом, называют гражданский брак. А есть еще бракосочетание. Ну, то есть они правильно делают. То есть просто... Перед Богом надо... А вопрос, как? Как, что делать? Она католичка, я старовер. И там, и там. Но не надо это афишировать. То есть надо сделать венчание и в этой церкви, и в той. Но никому не надо... Там не надо об этом рассказывать, там не надо об этом рассказывать. Просто там сделали, потом там сделали. Все. А? Тоже нет венчания? В католической церкви тоже нет венчания? А, не будут. Они не благословят просто. Тогда знаете, как делаете? Сейчас я вам объясню. Тоже авторитетный метод. Найдите человека духовного, который имеет какую-то веру, может быть, вашу. Проведите праздник, в котором вы накройте большой стол, с молитвами все сделаете, в какой-то, допустим, культуре и традиции. Поставьте изображение Бога и поклянитесь перед всеми этими людьми и перед Богом, что вы будете вместе. Это будет венчание тоже. Но там обязательно должен быть присутствовать человек возвышенный, ну, как священник, как человек, как представитель Бога, как тот, кто представляет Бога. И у вас тоже будет венчание в таком образе проведете. Венчание, это ведь по факту не означает, что должно вот все происходить по каким-то правилам. Венчание происходит в сердце. Просто надо в присутствии друзей, в присутствии алтаря и в присутствии священника поклясться, что вы будете вместе. Это и есть венчание. Все. Если вы сами признаете это венчанием, то это венчание. Понимаете? Обряды имеют второстепенное значение в этом случае. Первостепенное значение имеет ваше отношение с Богом. Если невозможен обряд вот такой. Знаете, в ведах считается, что... Есть разные виды браков, в ведах описано, что всегда брак сочетается венчанием. То есть брак не может быть без венчания. То есть просто расписаться недостаточно. И представляете, есть даже такие виды браков, когда, допустим, люди не могут как-то по-другому бракосочетание провести. Есть даже такой простой обряд бракосочетания, который описан в ведах. То есть зажигается священный огонь с молитвами. Мужчина берет женщину на руки и обносит ее вокруг костра три раза. Все. Обряд бракосочетания произошел. То есть венчание произошло таким образом. Это описано в ведах. Авторитетный метод древний венчания, когда просто с молитвами священный огонь зажигается. И обносится три раза мужчина, обносит жену вокруг костра три раза на руках. Все. Это улучшает ситуацию, да. Это увеличивает. Десять минут осталось. Вот на эти вопросы мы все на все утром и на все вопросы ответили, какие принесли. Утреннюю лекцию вы, если написали вопрос вчера вечером, утреннюю лекцию послушайте и услышите ответ на свой вопрос. У нас осталось немножко времени. И последний вопрос. Расскажите, каким должны быть отношения между братом и сестрой, обязанности старшей сестры. Старшая сестра ведет себя как мать, как младшая мать с братом. Она старшая женщина для него. Она неравная, старшая. И она должна учить его заботиться о нем. Так же, как мать. Такие же обязанности. Старшей сестры по отношению к брату. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok